Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. Тела обнаружил отец девушки, когда пришел домой. По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота. Скорую вызвали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно сказано в сообщении. Позже стало известно, что погибших в Москве украинских шахматистов, которые умерли от веселящего газа, нашлись пакетами на головах. Друзья и коллеги пары уже высказались по поводу этой трагедии, написав посты в сети. В Москве погиб молодой украинский гроссмейстер Станислав Богданович вместе со своей девушкой. Причина – веселящий газ. Заставляет задуматься о том, насколько хрупка человеческая жизнь. Богданович ушел совсем молодым, как раз вписавшись в клуб 27. Яркий, эпатажный, бравирующий и фрапирующий. Мы не были друзьями. Более того, по многим вопросам у нас были полярные мнения. Но я его уважал. Уважал за талант. В классику он был просто сильным гроссмейстером. Зато в Блиц как-то входил в мировые топ-10. Высказывал открыто и отстаивал свои идеи. Сколь бы странно и непопулярно они ни звучали, был популярным блогером. И, конечно же, был заметной фигурой в нашей шахматной семье. Пусть земля ему будет пухом. Он любил в постах потроллить, пошутить, вывести людей на общение. В личной переписке он был немного другим человеком. Спокойным, рассудительным. Проявлял всегда уважение к оппоненту. Была надежда, что это очередной фейк, либо запланированная шутка ледяного Вирма. Очень жаль. Прощай, Станислав Богданович. Кошмар какой-то. Молодость, энергия, любовь и большие жизненные планы. Все стерто в одно мгновение. Соболезную близким Станислава и Александры. Ждем расследования и выводов. Напомним, что на днях стало известно о смерти оперной певицы Лии Акопян. У пенсионерки упало давление. Медики диагностировали у нее дыхательную недостаточность. Они боролись за ее жизнь несколько дней. Однако их усилия не увенчались успехом. Лия Акопян работала ассистентом своего супруга, фокусника Арутюна Акопяна. Затем она окончила консерваторию и стала певицей. Акопян старше скончался в 2005 году в возрасте 86 лет.